Всем привет! Сегодня разработчики порадовали нас новым обновлением версии 1.7.6. Самое главное, конечно же, в этом обновлении это 4 новых вида монстров. И некое обновление в рунах, то есть места падения этих рун цену, да и многое в принципе поменяли в рунах. Вот, также пофиксили некие баги и поменяли парочку скиллов. Давайте перейдем непосредственно к монстрам. Вот, вели трехзвездочного монстра мира. Честно говоря, ни один из них меня не заинтересовал. Каждому, конечно, свое. Единственный вариант это, наверное, свет, так как у него есть возрождение, плюс он балансит хп с тем, кого возродил. Некий аналог часу. Вот, давайте перейдем дальше. Анубисы. Анубисы, чем интересны? Мне кажется, опять же, свет. Изначально четырехзвездочный монстр. Тяжело, конечно, будет его достать, но он действительно стоит того. Особенно третий его скилл, так как он возрождает не одного, а может, в принципе, все пати поднять заново. На то он, наверное, и Анубис. Вот. Если не находится в откате, то он может исцелять союзников. Зависит исцеление от его уровня хп. Не знаю, сколько это будет. Вообще себе не представляю. Но, надеюсь, приблизительно хотя бы как Ахман, хотя вряд ли. Во. Конечно же, я уже представил для себя, наверное, одно из идеальных пати для дефа. Это, представьте себе, Анубис света. Вердехайль, он же ведро. Русалка света. Ну и, к примеру, к примеру, Веллажуэль, Архангел огня, либо Ахман. Действительно стоящая пати. Постоянное восстановление, быстрый ход за счет ведра. Ну, мне так кажется, по крайней мере. Давайте перейдем к дальнейшим монстрам, потому что кроме света меня ни один из них не заинтересовал. Хотя, в принципе, довольно интересный каждый из них по-своему. А вот Гор, о, это действительно хорошие монстры. Многие, думаю, со мной согласятся. Вот, особенно мне понравился, как обладателю Екатерины, она же Катерина. Так как я через нее атакую на арене, как и многие, думаю, в этой игре. Вот, своим третьим скиллом. Он повышает силу атаки, шанс крита у всех союзников на два хода. И делает их непобедимыми. То есть, кидает им виск, как у Клои, на всех. Плюсы этого героя в том, лично для меня. Так, что он заменит мне сразу двоих. То бишь, шарик ветра и Хлою. Конечно же, многие скажут, что у Хлои есть иммунитет и все такое. Но зачастую моя валька, хоть она и не топовая, заканчивает бой заранее. Вынося хотя бы одного-двоих в бою. Вот, а дальше уже дело техники. Следовательно, можно в довесок вместо шарика, вместо Хлои. К примеру, мое пати, через которое я, такое это Тайрон, он либо Боретта для скорости, валька. И теперь можно взять вот этого нового монстра гора и дополнительно еще одного, допустим, ДД. Ну, не знаю. У меня есть убийца ветра. Она же Таня. Считаю достойным выбором. И думаю, она закатит в это пати. Добьет тех, кого не добьет валька. Либо наоборот. Вот. В принципе. Насчет огня. Огонь очень интересный. И считаю, те, у кого нет Хвы. Кстати, у меня ее тоже нету, так же, как и ведра. Спустя 8 месяцев она мне так и не выпала. Я думаю, он ее заменит. Так как у него первый скилл с 50% шансом понижает индикатор атаки. Думаю, когда он будет развиваться, там будет процентов 85. Ну, 80, думаю, точно. Вот. В принципе, все скиллы у него очень интересны. Повышает защиту всех союзников на 2 хода. Понижение шанса получения крита. То есть, очень хороший баф. Также третий. Он убирает у всех индикатор атаки. То есть, атак бар. И вводит в топор 70% шансом. Думаю, этот шанс будет подниматься. Либо, наоборот, шанс того, что поглотит атак бар. Вот это неизвестно, конечно же. Вот. Едем дальше. Царица пустыни. Красивый монстр, конечно же. Красиво сделано. Из них мне, опять же, понравился свет. Свет это некий аналог и фриту огня. Так как у нее есть забвение. Он же третий скилл. И кидается он на всех. Следовательно, вся пати, если, естественно, скилл пройдет, не сможет использовать скиллы. С откатом в два хода. А также выключит все пассивки. Особенно это будет эффективно, например, на арене против такой пати, как Веромос. С которым в пати зачастую ставится Дарион. Ну, я думаю, да. Это будет очень хороший монстр против двух и более пассивщиков на арене. Также, я думаю, с этим монстром очень легко будет проходиться злачный 70-й этаж, который многие не могут пройти. Он, конечно, часто меняется. То есть, это тот же этаж, где стоит Веромос. С таким монстром, я думаю, этот этаж просто пролетит на авто у многих. Вот. Также из этих монстров, кто меня заинтересовал, ну, наверное, Водяной. Который кидает щит и провоцирует на два хода. Провоцирует на два хода. Не помню монстра, который кидает агар больше, чем на один монстр. Ну, к примеру, тот же Ахман. Вот. Поглощает щит. Иммунитет на два хода. То есть, такой некий танкующий монстр. Хотя, не знаю, честно говоря, не хотел бы быть обладателем этого монстра. Вот. Итак. Следующее обновление. Наверное, одно из самых интересных обновлений. Особенно для новичков. И, в принципе, для стареньких. Кристаллы никогда не бывают лишними. Плюс, мистик. Суть всего обновления в чем? То есть, когда вы улучшаете своего монстра на пять звезд. Любой стихии в первый раз после обновления. После этого обновления. То вам в первый день дают 70 кристаллов и так далее и тому подобное. Ну, вся суть этого обновления. Едем дальше. Поменяли дроп рун в некоторых локациях сценарио. Следовательно, вулкан, наверное, уже будет отходить у многих на второй план по фарму. Хотя, честно говоря, к примеру, там, где сейчас падает вампир, он же рунар, многие не пофармят даже нормал локацию. Так как монстры там такие, мешающие спокойному фарму. Следовательно, скорее всего, все так же будут фармить вулкан. Вот. Едем дальше. Это обновление непонятное мне, честно говоря. Вернемся к игре. Также в обновлении сказано, что в гексаграмме, где он у нас, вот, в левой стороне экрана появится кнопка оценки монстра после апгрейда его на 6 звезд. Этой кнопки я не нашел. Не знаю, не думаю, что у меня какой-то баг с версией или с планшетом. Думаю, ее просто еще не ввели. Так, что у нас дальше? Вот. В обновлениях. Поменяли некоторые скиллы. Я так понимаю, Жизель. Ей поменяли молитва девочки. Теперь здоровье восстанавливает до соответствующего уровня. Не знаю, что это значит. Видимо, скорее всего, больше теперь она будет восстанавливать. И также поменяли скилл у бойца неокристаллов света. Пофиксили его. Пассивный. Исправлена ошибка с активацией счета в некоторых случаях. Опять же, не знаю, что это значит. Вот. Также теперь, когда вы развиваете любого своего монстра до 40 уровня, у вас появится окошко. Для того, чтобы вы могли оценить этого монстра. И якобы рассказать, какой он хороший, либо плохой. Выставить его оценки, плюсы и минусы. Чтобы новички, либо те, кто еще не юзали этого монстра, могли почитать. И, в принципе, отталкиваться, наверное, от этого. И думать, стоит ли им юзать этого монстра, либо нет. Вот. Ну, и, в принципе, это вся суть всего обновления. Также, хотя, да, забыл. Самое главное, наверное, это дроп рун. Вот. Его поменяли и, думаю, конкретно. Не думаю, что многие обрадуются, так как с дропа рун убрали рейдж. С дропа рун на гиги... на гиганте. Вот. Это, наверное, самое печальное, что убрали. Я, конечно же, так как не думаю, что у многих собралась пати на Некрополис. Я, к примеру, еще и седьмой не прошел. Не заморачивался, так как новый набор уничтожения меня вообще не впечатлил. Не знаю. Возможно, он кому-то и стоит. К тому же, допустим, тому же монстру, как Орочи. Вот. Думаю, ему он хорошенько закатит. Наверное, и хорошо, что убрали вампир. Думаю, многие со мной согласятся. Хотя, ну, все-таки вампир мало юзабельный сет. Он подходит для немногих монстров. Вот. Ну, то, что сейчас будет, конечно, вилы, он же злость падает на драконе чаще. И это факт, так как даже в обновлении разработчики указали, что повысили некий шанс на дроп. Хотя, не знаю, в каком он процентном соотношении и как это будет выглядеть. Ну, надеемся, что будет чаще падать. Вот. В принципе, вот и все, наверное, обновление. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok